здравствуйте ребята меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна я учитель химии сегодня на уроке мы продолжим с вами изучать кислотно основные свойства элементов и их закономерности по периодам и в группах и так сделаем сейчас такую подготовим табличку в которой мы могли бы проанализировать как изменяются свойства элементов начнем давайте с категории веществ которые являются оксидами и гидроксиды и так значит если мы определим здесь эту группу как элементы затем укажем номера групп первая группа вторая группа третья четвертая пятая шестая и седьмая почему мной не взята восьмая группа в восьмой группе находятся инертные газы эти элементы практически никаких соединений не образуют не проявляющих ни кислотный не основной характер и так элементы которые мы разбираем сейчас по седьмой группе начнем давайте с их оксидов оксиды элементы первой группы образуют оксиды формула которых элемент 2 о степень окисления у элементов в этой формуле плюс один элементы второй группы продолжим это элемент о здесь степень окисления плюс два элементы третьей группы элемент 2 о 3 правило креста работает в этой формуле в элементах четвертой группы оксид будет элемент о 2 плюс 4 в пятой группе элемент 2 о 5 здесь будет степень окисления элементов плюс 5 элемент о 3 в 6 группе и элемент 2 о 7 это будет элементы седьмой группы как мы видим исходя из движения по периоду степень окисления элементов оксидов положительная будет возрастать от плюс 1 до плюс 7 теперь давайте посмотрим как у нас изменяется и формула будет гидроксидов гидроксиды гидроксиды это соединение которое образует эти элементы с водой если мы прибавим мысленно к элемент 2 о воду у нас получится формула элемент о аж где степень окисления элемента будет такая же плюс 1 поэтому такие гидроксиды называются соответствующие для второй группы это будет элемент о аж дважды плюс 2 степень окисления сохраняется элемент о аж трижды степень окисления плюс 3 сохраняется теперь давайте посмотрим элементы четвертой группы это уже оксиды их оксиды будут кислотными тогда прибавляем мысленно воду получаем h2 элемент о 3 где степень окисления элемента плюс 4 для 5 группы действуем также и получаем h элемент от 3 будет здесь у элемента будет плюс 5 но есть и варианты других кислот дальше в шестой группе h2 элемент о 4 здесь будет плюс 6 и для седьмой группы h элемент о 4 здесь у элемента степень окисления соответственно сохранять но теперь проведем анализ этих соединений которые мы получили и так давайте посмотрим в первой группе и во второй группе данные вещества являются типичными основаниями они основания элементы третьей группы образуют соединения которые будет проявлять амфотерный характер то есть будет и основаниями и кислотными свойствами также обладать а здесь будет основание основные свойства ну а наконец вот здесь у нас будет проявляться свойства кислоты ну и соответственно про и будет проявляться и кислотные свойства а в начале еще раз это основание и соответственно основные свойства тоже тогда вам должно быть понятно задание которое иногда в этой связи предлагают выполнить и так каким классом веществ будет относиться например формула вещества для четвертой группы если это будет элемент углерод и так для углерода формула co2 определяем степень окисления его плюс 4 и тогда мы говорим это соответствующее ему соединение будет кислота значит его характер оксида кислотный оксид а значит он образует кислоту формула которой h2 co3 это хорошо знакомая вам угольная кислота соответственно вы можете сравнить формулы оксидов гидроксидов по силе например это будет более сильная кислота или более сильное основание в зависимости от того что мы сравниваем ну к примеру возьмем давайте оксид силициума 2 и оксид со3 какой из этих оксидов будет каким и так силициума 2 давайте посмотрим находится в четвертой группе значит он проявляет кислотные свойства сера находится в шестой группе соответственно также кислотные свойства эти оксида оба кислотные но какой из них более сильный и так у кремния здесь плюс 4 у серы здесь плюс 6 обратить внимание что чем дальше мы двигаемся по периодической системе кислотные свойства возрастает значит со3 будет более сильный кислотный оксид чем силициума 2 соответственно также сильными будут и кислота для серы h2 и со4 а вот у кремния кислота будет слабой соответственно также меняются свойства и для основных оксидов закономерность существует такая же именно от заряда но вспомните пожалуйста что сверху вниз кислотные основные свойства закономерно меняются кислотные убывают основные возрастают тогда должно быть понятно что если вы возьмете и сравните например магний у аж дважды и допустим ниже расположенные кальций образуют кальцио аж дважды обратить внимание что они оба являются основными основание образуют а какой из них основание более сильным будет так как сверху вниз металлические свойства нарастает и основные свойства также соответственно кальцио аж дважды будет более сильным оснований и еще давайте в рамках этой таблички мы сделаем надстройку и выясним как изменяются свойства в таких соединениях как летучие и нелетучие водородные соединения водородные соединения водородными называют соединения в которых вторым элементом является кроме элемента водорода так как первая группа это металлы у них соединения будут с водородом иметь вот такой состав элемент аж где у элемента плюс один а водорода минус 1 такие соединения называются гидридами например гидрид натрия натрий аж для второй группы это будет элемент h2 степень окисления как вы видите опять сохраняется дальше для третьей группы элемент h3 начиная с четвертой группы водород может переместиться либо вперед либо остается на втором месте но в общем виде для четвертой группы пишут все-таки вот так элемента h4 но элемент здесь может проявлять степень окисления и плюс и минус например углерода элемент будет минус 4 а для кремния это будет соответственно а у элемента плюс 4 поэтому здесь заряд я не буду указывать это зависит от индивидуальной ситуации для пятой группы элемент h3 и элемент здесь как правило имеет минус 3 степень окисления а вот уже водород плюс 1 для шестой группы перемещается водород однозначно на первое место и получается формула h2 элемент где у элемента минус 2 а у водорода плюс 1 и для седьмой группы h элемент где водород плюс 1 а элемент минус 1 характеры этих соединений элемент h2 элемент h3 являются твердыми твердые не летучие они имеют ионный характер а начиная с четвертой группы данные соединения являются летучими летучими они называются потому что они образуют газы таким образом среди водородных соединений тоже прослеживается закономерность и еще для водородных соединений особенно если это касается кислот есть такая особенность о которой следует знать и так возьмем элементы седьмой группы начиная с фтора h2 ниже h хлор ниже h бром и а шьют казалось бы смотрите мы перечислили элементы в порядке ослабевания не металлических свойств но что касаемо их водородных соединений закономерность в них будет изменяться наоборот и сила кислот в этом случае закономерно увеличивается это связано с тем что происходит процесс диссоциации и например а шьет кислота распадается легче чем а штор кислота поскольку водород и фтор удерживается друг с другом с большой силой поэтому для водородных соединений и в частности проявляющих кислотный характер закономерность будет сверху вниз соответственно увеличиваться таким образом по вот формулам которые мы сегодня привели вы можете сделать такой вид задания к примеру у вас представлена пятая группа и вас могут попросить составить формулы летучего соединения и его оксида и гидроксида но давайте возьмем в качестве примера пятой группы элемент азот он находится в этой группе и так пятая группа формула его оксида будет следовательно n2 о 5 характер этого оксида будет кислотным ему будет соответствовать hn о 3 очень сильная азотная кислота ну а летучим водородным соединением этого вещества будет вернемся вот сюда в эту графу как вы видите здесь будет формула n h3 это хорошо знакомое вам соединение которое мы называем в обиходной жизни аммиак аммиак образует такое важное соединение называемое нашатырный спирт как вы видите существует закономерность и в периодической системе касаемой кислотно основных свойств и вы можете увидеть какие виды задания предлагают обычно для такой темы а кроме этого я могла бы пояснить и вот какой вид задания которое является ну на мой взгляд достаточно сложным представим себе что некий оксид образует формула элемент а вопрос который может показаться вам на первый взгляд странным как это можно предсказать этот оксид является твердым он хорошо растворяется в воде и ph его соединение в растворе будет больше 7 и тогда вас могут спросить а какой характер проявляет это соединение какому классу будет относиться его продукт реакции взаимодействия с водой вернемся элемент о это элемент второй группы ему соответствует основание значит характеры этого вещества будет основание тогда мы можем сказать его соединением будет элемент о аж дважды а так как это основание то всех оснований растворимых воде ph будет больше 7 и чем ближе она будет к 14 тем более сильным основанием такое вещество будет и соответственно также по показателю ph вы можете судить какой характер будет проявлять те или иные соединения тогда если основание растворимой воде то есть вот у этих веществ ph будет больше 7 если мы говорим о кислотах то ph будет соответственно меньше 7 потому что кислот ph показатель всегда будет меньше 7 сегодня на уроке мы выяснили изменения закономерности свойств элементов и их соединений в оксидах мы установили закономерность изменения основных и кислотных свойств научились предсказывать характер таких соединений какими они будут какой показатель ph в том числе такие соединения будут проявлять если их оксиды растворить в воде также мы выяснили какую особенность имеет соединение с водородом некоторые из этих веществ будет твердыми это соединение с металлами а для не металлов такие соединения будут летучими также мы выяснили как сравнивают оксиды гидроксиды между собой по силе по основным кислотным свойствам и в том числе какая особая закономерность есть у летучих водородных соединений не металл всего хорошего до новых встреч до свидания ребята